И разрыв растет, уже плюс 3. Ну, все-таки вот не хватает веса. Вот вы знаете, такое ощущение, что мы все-таки наблюдаем борьбу в сумо. Помните, там Йокадзуна стоит такой огромный, 200 килограмм. А напротив, ну, сумоисты с более легкой весовой категории и еще не Йокадзуна. Ну, вес примерно килограмм на 100 меньше. Ну и вот он как-то прыгает вокруг Йокадзуны, пытается вывести его из равновесия. Иногда даже ему что-то удается, но в конце концов вес сказывается. Йокадзуна вот так придавливает своего соперника, в данном случае соперницу, выдавливает ее с площадки. Я когда-то наблюдал эти турниры и мне очень нравилось. Это, конечно, и, во-первых, это высокоинтеллектуальный и очень зрелищный спорт. Конь G5. Ну что, игра Фабиана понятна. F3, E4. Ну, опять-таки, размен на C3. Здесь аналогии какие-то с Немцовичем. Ну, вот F3, E4. Очень такой четкий, простой план. Да, без сомнений, так играет Фабиана. Конь, между прочим, через Ашты на F2 вернется. То есть, вот видно, что у него очень большой запас стратегических идей. Он знает массу толковых планов. Вот этот человек просто из элиты. Вы знаете, некоторые вещи он может делать руками, не задумываясь. И это получается хорошо. А в Блице это как раз первичное качество. Если у тебя есть большой багаж шахматных знаний и умений, если ты знаешь, как расставлять фигуры, если ты знаешь типовые планы в часто встречающихся структурах, то ты можешь играть быстро, легко. Я вот, кстати, не уверен, что Фанечка правильно развела коня на D7. Мне кажется, на C6 здесь надо ставить, чтобы при случае попасть на А5. А конь на D7 здесь никоим образом не может огорчить белой пешке. Поэтому у белых полностью развязаны руки. Более того, даже появился план А4, А5 для того, чтобы создать пешку слабость на B6. Ну вот, мне кажется, вот все-таки, все-таки на таких нюансах и ставить себя в безрадостное положение Хоуи Фань где-то играет немножечко из общих соображений и недостаточно конкретно. А вот пешка пошла на А5. Сказано, сделано, да? Написано, исполнено, предсказано и осуществлено. Вот такая вот жизнь пошла. Вот. Ну, это не значит, что, например, вот я все это вижу, да, вот я все это объясняю. Это не значит, что я, если бы сел за доску против Хоуи Фань, что у меня так бы получилось. Конечно, думаю, что мне сейчас было бы крайне тяжело бороться против Хоуи Фань. Все-таки тактику она считает гораздо лучше, чем я. Наигранная, натренированная. Ну, в общем, действительно, она недаром настолько сейчас усилилась. И в супертурнирах, видите, блестяще играет. Вы помните, как она гранд-при фида в Москве набрала плюс два? Просто народ был в шоке. И там не помню, чего обыграла. Ну, просто фантастика. Да, она здорово усилилась за этот год. И все, даже крупнейшие авторитеты шахмат признают, что Хоуи Фань, ну, как-то действительно выросла из женских шахмат. И сейчас в мужских шахматах представляет собой грозную силу. Но, но мы видим, что есть шахматисты посильнее. Итак, белые добились явного перевеса. Слон на Д4. Это гегемон. Это доминант. Он давит и на ферзовый фланг, и на королевский. Ну, у белых масса здесь всяких идей. А у черных нет контр-игры. Они упираются в эту пешку. Стоп! Вот я сказал про контр-игры. Мы видим, что как талантливо китайская девушка эту контр-игру начинает изобретать. Ну, во всяком случае, избавились от пешки Д6. Включили ладью с Д8 бой. Браво! Браво! У Уи Фань, как-то знаете, вот чуть-чуть повеселело. Конечно, пешка на Б6, наверное, не жилец. Но перспектива такая, что может получиться какое-то окончание сложное 4 на 3. Я думаю, пешка на Б6, конечно, в вариантах удержать будет тяжело. Еще меня очень беспокоит пункт Ж7. На который посматривает вот этот злодей с поля Д4. Как бы здесь ничего не прилетело. Случайно. У черных проблем в том, что еще легкие фигуры очень ограничены. Ну, видите, ну что это за слон на 8? Ну, это же пушечное мясо. Сейчас на него еще навалятся там ладья на 1, ферзь на 2. Просто будут есть. Грубо, цинично и неприкрыто. Ферзь на Б2, ой, слон на Б5. Ой, как повязали. Ой, какое издевательство. Вообще, очень жестокое, очень жестокое зрелище. Ну, знаете, вот такое ощущение, что это боксерский действительно ринг. И уже не с ума. Вы знаете, это уже какой-то бокс. И большой здоровый мужик бьет на отмашь девушку в лицо. Вот просто бьет ее. Мутузит так вот так, что вот действительно жалко на нее смотреть. Ну, смотрите, какая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, что происходит. Ну, что, сразу надо сдаться, да? А на ком бьет и в 6, кстати, что там будет? А, там просто в конце съедается качественная 8. Ну, все, сдача посуды. Вот, смотрите, Фабиана Керуана допивает чай и сдает посуду туда, на бок. А Хуэй Фань сдает посуду в переносном смысле. Она снова сдалась.